Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Ниром. Сейчас у нас будет на обзоре карта от компании Sapphire. Это Vega 56. Ребята, данную карточку я покупал для своего подписчика. Если быть точнее, я покупал несколько таких карт. Я их заказывал из Германии, когда они продавались по скидке. То есть, на них была очень низкая цена. Тут, если покупать такие карточки, они стоили 20 тысяч. А в Германии, на тот момент, они продавались по акции в районе 12 тысяч. И за 12 тысяч это была просто на тот момент офигенная покупка. Даже сейчас по такой цене, в принципе, я считаю, что это очень хорошая цена для данных карт. Хотя, если честно, в последнее время акций я никаких на такие карты не видел. Ладно, ребят, давайте поговорим об этой видеокарте. Сейчас мы ее подробно рассмотрим и подведем итоги. Хорошая эта карта или нет? Стоит ее покупать вам или лучше выбрать что-то другое? Приступаем к обзору. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео – магазин электронных ключей gvgmail.com. В данном магазине продаются разнообразные ключи от компьютерных программ, игр. Тут продаются UEM ключи от Windows. Ребята, очень важно, UEM ключи – это не совсем лицензия. То есть, данные ключи можно использовать дома, но где-то на работе, в офисе данные ключи я уже вам бы не рекомендовал использовать. Потому что UEM ключи – это ключи, которые Microsoft продает предприятиям, которые делают компьютеры. И потом уже с этими компьютерами эти ключи попадают к вам. Спасибо большое, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Доход с этой рекламы пойдет на развитие канала, на рекламу для канала, также пойдет на благотворительные сборки. Кто не в курсе, я помогаю своим подписчикам. Есть такая рубрика как рубрика «ПК в дар», рубрика «Бесплатная сборка», а также, помимо этого, я тем или иным способом иногда помогаю своим подписчикам. Ребята, если вам нужна какая-то помощь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. В общем, в группе ВКонтакте все подробно расписано, ссылки все есть в описании. В общем, не стесняемся, обращаемся, а мы приступаем к ролику. Начнем обзор с того, что я хочу сказать, что данная карта, в принципе, представляет из себя довольно-таки бюджетное решение. То есть, это минимальное такое простое исполнение этой карты, то есть, есть всякие оверклокерские варианты, с большими радиаторами и так далее. Данная карта, в общем, не о разгоне. Ее вообще разгонять лучше не надо. Да и, в принципе, прошивать ее в старшую вегу я бы тоже вам не рекомендовал, потому что схема питания на этой карте упрощенная. Радиатор тут тоже не акти большой, но куда ни плюнь, по своим характеристикам карта очень-очень бюджетная. И что-то с ней экстремальное делать я вам не рекомендую. Так, давайте-ка теперь разберем подробно, какая тут память стоит, как сделана тут VRM и так далее. В общем, приступаем к обзору схематеки данной карты. Данная карта на борту имеет 8 гигабайт видеопамяти. Это HBM2. Эта память размещена в двух блоках. Эти два блока находятся рядом с GPU. Это чипы Samsung, по крайней мере, мне они тут попались. Но хочу вам сразу сказать, что данная карта может попасться с любыми чипами. Вторая карточка, судя по всему, которая мне попалась, уже имеет не чипы Samsung. Разные партии, ребята, разные чипы памяти. Поэтому не удивляйтесь, если вам что-то попадется, кроме Samsung. Производитель на свое усмотрение имеет право менять чипы памяти в картах, как он только захочет. И, в принципе, он может поменять даже схематеку. Ну, кто ему это запрещает сделать? У меня, похоже, случай был и более старшими моделями. Это более старшие модели от Sapphire и от Asus. Все орали, что там гарантированно чипы Samsung. Я заказал несколько карт таких, несколько карт других. И выяснилось, что там нифига не везде Samsung. Опять же, лотерея. Может попасться Samsung, может попасться Micron. Может попасться еще какая-нибудь там другая память спокойно. То есть, ребята, что захочет производитель в карту вставить, то он и поставит. Теперь давайте поговорим о VRM. Как же тут сделана схема питания? Схема питания тут сделана по схеме 7 плюс 2. То есть, у нас 7 фаз идет на питание GPU. А все остальное, то есть оставшиеся 2 фазы, на питание вашей видеопамяти. И если сравнить с другими вегами, то это довольно-таки слабая схема питания. То есть, другие веги имеют схему питания круче. Там 8-9 фаз питания и так далее. В качестве шим-контроллера у нас тут используется IR3567B. Это шимка от компании Infineon. По поводу, ребята, дросселей. У нас тут используются дроссели от компании Black Diamond 4. Якобы, производитель заявляет, что они на 15% меньше греются по сравнению с другими дросселями прошлого поколения. Я так по прикидкам своим могу сказать, что какой-то разницы я не заметил. Что эти дроссели, что другие дроссели, как на мне, греются одинаково. Ну и если учитывать, что схема питания у этой карты упрощенная. В общем, то, что эти дроссели якобы греются там меньше, этой карте не особо помогает. То есть, вот зона VRM у карты прогревается довольно-таки сильно. Но благо, мы с этой картой ничего не делали, не перепрошивали, не разгоняли. Я даже сделал там на этой карте, потом уже после своих тестов, небольшой такой даунвольт. Как вы поняли, это не разгон, а своего рода оптимизация карты. Чтобы карта просто не перегревалась и работала стабильно на низких температурах со своими родными частотами. Хотя можно и понизить напряжение, и повысить частоты. Но я уже так не извращался и такой эксперимент не проводил. По поводу самого охлаждения, что хочу сказать. Оно сделано из двух частей. То есть, у нас своего рода два радиатора. Оба радиатора никелированы. Эти два радиатора соединены между собой тепловыми трубками. Для того, чтобы тут было равномерное теплораспределение. На подошве самого главного радиатора установлена испарительная камера, которая соприкасается с ГПУ нашей видеокарты. Поверх этих двух радиаторов у нас установлен кожик с двумя вентиляторами. Эти два вентилятора могут легко сниматься, взаимозаменяться. То есть, их можно спокойно купить у нас где-нибудь в магазине. Эти запчасти, они продаются, сложности какой-то нету, чтобы их купить. С обратной стороны у карты у нас есть бэкплейт. Он несет больше декоративную функцию, нежели какую-то там защитную. Тепло от себя он тоже толком отвести не может. Поэтому, можно сказать, что особого смысла в нем тут нет. С учетом того, что карта, по сути, маленькая. То есть, она небольшая, как там какие-то там длинные супертоповые карты. Печатная плата на этой карте довольно-таки маленькая. Поэтому нужды в каком-то там супер бэкплейте тут нету. Ребят, а теперь приступаем к игровым тестам. Все игры я тестировал в двух разрешениях. Это Full HD и Quad HD. Хочу обратить ваше внимание, что все эти тесты тогда я записывал по старинке. Сейчас вы можете заметить, что я тесты записываю, захватывая экран. Раньше я так не делал. То есть, я ставил камеру напротив монитора. И камера снимала то, что находится на мониторе. Поэтому, ребята, вот этой сборке, еще в нескольких сборках, которые будут сейчас выходить, тесты будут записаны вот так примитивно. Поэтому, ребятки, не придирайтесь. Ну, что же поделать. Как есть, так и есть. В общем, ладно, приступаем к тестам. Первая игра на тесте это танки. В танках у нас Full HD минимальный FPS 106, средний 141, максимальный 169. В Quad HD минимальный FPS 79, средний 95, максимальный 113. Следующая игра на тесте это папка. Минимальный FPS 60, средний 101, максимальный 123. При разрешении Quad HD минимальный 61, средний 69, максимальный 79. Следующая игра на тесте это Ведьмак 3. Минимальный FPS 77, средний 84, максимальный 95. При Quad HD минимальный FPS 57, минимальный 61, максимальный 68. Следующая игра на тесте в Metro Exodus под землей. В разрешении Full HD минимальный FPS 57, средний 81, максимальный 180. В Quad HD минимальный FPS 37, средний 54, максимальный 69. На поверхности Full HD минимальный 53, средний 64, максимальный 83. В Quad HD на поверхности минимальный 32, средний 42, максимальный 53. Следующая игра на тесте это Far Cry 5, первый тест у нас идет Full HD, средний FPS 102, минимальный 90, максимальный 122. Потом у нас идет тест в Quad HD, средний FPS 73, минимальный 64, максимальный 91. Следующая игра на тесте это Tomb Raider. Tomb Raider я тестировал в двух разрешениях и в двух настроечках. То есть одни настройки это самые высокие по умолчанию и другие настройки это уже такие извращенные в Quad HD. Это уже режим, когда компьютер насилуется в хвост и в гриву. Первый тест у нас с автоматическими, самыми высокими настройками. В вершинах горы минимальный 78, средний 132, максимальный 231. В серии минимальный 11, средний 93, максимальный 124. В геотермальной долине минимальный 18, средний 83, максимальный 104. Общий показатель в среднем 103 кадра в секунду. Следующее у нас разрешение это Quad HD, самые высокие настройки автоматические. Минимальный FPS 52, средний 91, максимальный 147. В серии минимальный FPS 19, средний 66, максимальный 84. В геотермальной долине минимальный 17, средний 61, максимальный 74. Общий средний показатель 73 кадра в среднем. Следующий тест у нас Full HD, но теперь уже с самыми максимальными настройками кастомными. Это уже пошло насилование компьютера. Минимальный FPS 33, средний 65, максимальный 112. В серии минимальный FPS 10, средний 41, максимальный 48. В геотермальной долине минимальный 27, средний 40, максимальный 55. Общий средний показатель 49 кадров в среднем. Теперь в Quad HD, кастомные опять настройки самые высокие. Минимальный FPS 22, средний 43, максимальный 63. В серии минимальный FPS 21, средний 25, максимальный 29. В геотермальной долине минимальный FPS 23, средний 27, максимальный 35. Общий показатель 32 кадра в среднем. Следующая игра на тесте это Tomb Raider Panavia. Там у нас Full HD было отрисовано 13339 кадров. Общий средний показатель 85 кадров в секунду. В Quad HD у нас был отрисован 9061 кадр, средний показатель 57 кадров в секунду. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если оно вам понравилось, обязательно ставим лайки. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. Если вы хотите помочь моему каналу в развитии, то вы можете сделать куда-нибудь репосты. В контакт, в одноклассники, в фейсбук и так далее. Когда вы делаете репосты, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну и что там, ребят, до новых встреч, не пропадайте, пока всем.